Всех приветствую в этот прекрасный понедельник. У всех понедельник день тяжелый, а у нас понедельник день веселый и счастливый. Почему? А потому что у нас есть сообщество, у нас есть хорошее комьюнити, которое дает нам потрясающие возможности. Меня зовут Андрей Алисеев, я лидер сообщества Меркурии. В сообществе я состою вот уже 7 лет, уже 7 пошел, 6 лет я в сообществе, уже тороплю время. И на данный момент видел очень многое, видел эволюцию сообщества, видел как видоизменялись финансовые инструменты, видел как совершенствовалась наша финансовая система. И скажу честно, то, что даже за эти 6 лет я видел, это достойно не просто уважения, это реально круто. Именно поэтому я хочу вам сегодня немножко рассказать в общем о том, в каком мире мы с вами живем. Это первое. Второе. Хочу немножко вам рассказать о нашем сообществе. И хочу вам рассказать о всех возможностях, которые дает наши денежные потоки. Поехали, друзья. Итак, в каком мире мы с вами живем сейчас? Потому что для того, чтобы идти и бежать за какими-то возможностями, вы должны четко понимать, от чего отталкиваться. Вы должны знать, где мы живем, как мы живем, почему мы так живем, в чем причина. Понимаете, вы должны иметь всю, я это называю, информационную базу. Тогда вы будете грамотным человеком, и причем эта информационная база, она нигде не дается. Ни в школах, ни в университетах. Об этом нигде никто не говорит. Потому что на данный момент никому не выгодно, чтобы обычные люди владели всей информацией. Почему очень быстро идея сообщества легла мне на сердце еще тогда, в 2017 году? Потому что у меня уже была база знаний. Поэтому, дорогие друзья, сегодня могу, буду говорить много интересного. Поэтому берите ручки, тетрадки, записывайте в записных книжках. И обязательно просмотрите все рекомендации, изучите, которые я сейчас вам дам. Почему мне легко легла информация в сообществе? Потому что я владел базой знаний. Я знал, что такое мировая финансовая система. Я знал, как она устроена, как она взаимодействует. Почему я это знал? Потому что еще до этого, я в далекие 8, 9, 10 года, у меня было много свободного времени, так же, как у Дмитрия Васадина. И я изучал этот мир, как говорится. И, соответственно, что и вам рекомендую. Если вы не смотрели фильм «Деньги-пирамида долгов», то вы вообще ничего не знаете про мировую финансовую систему и о том, в каком мире вы живете. Поэтому «Деньги-пирамида долгов» – это азбука для каждого участника, каждого человека планеты Земля, который реально хочет понять, что вообще происходит. Все знаете однодолларовую купюру, такую шикарную? Вы ее переворачиваете, а там такая пирамидка нарисована. А сверху глаз такой, всевидящее око. Так вот, друзья мои, мы с вами живем в финансовом мире пирамидального типа, где 1% человечества имеет 90% ресурсов нашей планеты. Другими словами, это капиталистическая система колониального типа. Друзья мои, я не оговорился. Колониального типа. Колонии не исчезли, они дальше продолжают существовать. Но только вместо, как говорится, кнута у нас есть деньги. И законодательство, подогнанное под это все дело. То есть колониальная система видоизменилась. Она не смогла уже удержать военным путем многие страны, она их просто закабалила через долговую зависимость. И это очень просто. Допустим, взять ту же самую Индию. В 1947 году, то есть уже прошла Великая Отечественная война, а Индия только в 1947 году приобрела в кавычках независимость. Представьте, это буквально было не так уж 70 лет назад всего лишь. То есть, по сути, Индия, как и многие страны, а многие страны еще даже не приобрели независимость, это бывшая колония в Великобритании. И на данный момент Великобритания также продолжает весь колониальный мир свой. Сложно сказать, что он там продолжает. Продолжает, скорее всего, эксплуатировать. Вот, наверное, это правильное слово. Так вот, вся предыстория. Вся предыстория. В 2013 году банковские картели, частные крупные банковские картели США пролоббировали закон о создании Федеральной резервной системы США. Это означает, что функцию эмиссии, либо печатания денег передали в частные руки. И с тех пор началась катавасия. С тех пор начались катаклизмы. С тех пор сразу же, буквально через полгода, была организована Первая мировая война, всевозможные революции, Вторая мировая война. За последние 100 лет было столько потрясений в этом мире, и столько войн, наверное, сколько не было за предыдущие 500 лет. Только эти потрясения унесли более 100 миллионов жизней только наших соотечественников, только. С постсоветского пространства. Вы представляете, какое количество людей вообще погибло за последние 100 лет на всей планете Земля. Почему это идет? Потому что нет ничего более прибыльного, чем война. А печатный станок должен работать. Именно поэтому эта формула работает и по сей день. Печатный станок печатается, военные заводы работают, и нет ничего прибыльного, чем развязать войну. Именно поэтому на разных, как говорится, плацдармах нашей планеты постоянно где-то развязываются войны. Потому что это огромное спасение для экономики. И таким образом есть, как говорится, причина печатать новые доллары в том числе. И на данный момент, с тех пор, с 1913 года, Федеральная резервная система США образовала такой чудесный международный орган, называется Международный валютный фонд, который в свою очередь лоббировал создание в каждой стране центральных банков. Обучал их всевозможные консультанты, какие-то там аналитики, наставники. Они разъезжались по всему миру в каждой стране. И по сути центральный банк, лоббируя законодательство, полностью брал под себя всю эмиссию денег данной страны. И, соответственно, эту страну загонял в пирамидальную систему, мировой финансовой системы. Теперь, для того, чтобы вам понять, откуда берутся деньги вообще для начала, нужно знать, что производство или создание денег состоит из трех этапов. Это эмиссия денег, это распределение денег и это перераспределение денег. Что такое эмиссия денег? Эмиссия денег – это печатание денег либо создание денег. На эмиссию мы с вами, как обычные люди, никак не можем повлиять без потрясений. Я еще раз повторю, без потрясений мы никак не можем повлиять. Сколько напечатать денег или создать? Сейчас уже не печатают, сейчас просто рисуют на компьютере, на определенном компьютере количество нулей и отправляют дальше в банковскую систему. это считается уже все, деньги пошли в работу. Представляете, да? Вот, по каким-то мега защищенным каналам. Вот, и все это считается, все, деньги пошли в работу и начинается спускание этих денег в систему перераспределения либо в рынок. Вот, поэтому на эмиссию мы не можем повлиять, как обычные люди. Вот, поэтому смысл об этой эмиссии говорить нету никакого. Вот, дальше. Мы, как обычные люди, не можем повлиять и на следующий этап. Это на распределение денег, да? Центральный банк спускает деньги крупными массами в крупные банковские картели. Мы с вами не состоим в этих банковских картелях, поэтому на систему распределения денег. Раньше система распределения денег была не только через банковскую систему. Сейчас она только через банковскую систему, дорогие друзья. Поэтому сейчас полностью банковская система захватила всю систему распределения денег. Раньше еще в царские времена была казна, было министерство финансов, и уже министерство финансов дальше уже распределяло через казначейство. По-другая была совершенно система распределения. Сейчас только через банковскую систему. Идем дальше. Дальше у нас крупные банковские картели спускают в средние, мелкие банки, и дальше в микрофинансовые организации, предприятия, соответственно, да? И все это попадает в рынок, да? Либо в систему, огромнейшую систему перераспределения денег. На распределение денег мы тоже никак не можем повлиять, как обычные люди, без потрясений. Именно поэтому мы об этом тоже с вами не будем говорить. Так вот, когда деньги попадают уже в рынок, здесь уже происходит перераспределение денег среди людей. Потому что рынок – это прежде всего люди. Ни акции, ни облигации, ни недвижимость. Это люди. Люди, которые поверили в деньги и которым деньги нужны. Я не оговорился. Еще раз. Люди поверили в деньги. Пока мы верим в деньги, деньги существуют. Как только мы перестанем в них верить, деньги нам будут абсолютно не нужны. К сожалению, за последнее время деньги приобрели такой ореол божественности. Денежная энергия. Это все, конечно, очень хорошо. Но, как говорится, золотой телец. Не надо путать энергию изобилия и денежную энергию. То есть на данный момент деньги – это всего лишь средства обмена. Средства обмена. Почему они вообще были придуманы? Помните, если кто-то был в детстве на ярмарках? А раньше были еще более древние ярмарки. То есть приезжали с деревень, с хуторов, собирались где-то, может, в районе, на больших площадях, ярмарочной площади. Каждый приезжал на свои телеги. Кто-то вез творог, сметану, масло. Кто-то сырые. Кто-то валенки. Кто-то носки. Кто чем занимался, тот и вез. И как поменять, допустим, седло для лошади на валенки? Вот сколько надо валенков на седло? Сложно определить. Поэтому придумали общее средство обмена. Это деньги. То есть седло стоит столько-то, потому что стоимость высчитывается, исходя из материала, затраченного на производство усилий и так далее. Валенки стоят столько-то, затраченного материала, сколько стоит этот материал, усилия и так далее. Поэтому это всего лишь средство обмена. Но сейчас в данный момент деньги – это в мире наблюдается такая вещь, как религия денег, я бы даже сказал. То есть мы поклоняемся золотому тельцу по-настоящему. И человек как существо, как человек живое, существо отодвинуто на задний план, ниже плинтуса – это темная сторона капиталистической системы. То есть если у тебя нет денег, ты никто. И если у тебя деньги есть, ты бог просто. А завтра у тебя опять их может быть не быть, и ты опять никто. Это темная сторона капитализма. Поэтому на данный момент мы живем в этой системе, капиталистической системе колониального типа. Поэтому мы четко это признаем и понимаем, как она работает. Именно тогда у нас появляются шансы и возможности что-то поменять в своей жизни. Именно это и понял Дмитрий Васадин давным-давно, когда он начинал разбираться с этой системой. И как он рассказывал свои истории, когда у него в очередной раз в жизни было все очень плохо. Это конец 90-х годов. Но потом потихоньку, он говорит, я встретил жизнь человека, который много раз падал и подымался. Я потихонечку на его примере стал учиться, учиться, учиться. И к 2006 году у меня стало все очень хорошо. Очень хорошо. И с 2006 года он вообще не задумывается вообще, где брать деньги. Он уже давным-давно финансово обеспеченный человек. Но как один из... Есть такая книжка у Паула Кээлью. Называется «Победитель остается один». Вот, друзья мои, прочитайте. Очень интересная книжка. «Победитель остается один». Так вот, человек, который сам смог выбраться из финансовой системы либо из нужды постоянного заработка денег, он сталкивается с определенными трудностями. Знаете, какая трудность называется? Одиночество. Ты не можешь своих друзей, знакомых, с кем тебе хорошо, комфортно, с кем у тебя по душам, да? Ты не можешь их забрать в свой мир, потому что ты уже перескочил, вышел из этой беличьей клетки, и у тебя перед тобой открыт весь мир. Ты можешь в любой момент поехать куда хочешь, на Мальдивы, Сейшелы, Таиланд, да? И говоришь «Поехали со мной». Они же говорят «Извини, у нас нет денег, нам надо кредит платить, ипотека, квартира». Вот когда мы заработаем деньги, мы с тобой поедем, да? И в тот момент Дмитрий Васадин задумался, почему бы… Он говорит «Надо вам деньги?» Окей, я придумаю систему такую, которая всегда даст вам деньги, и у вас всегда будут деньги. И он только пять лет думал, друзья мои. С 2006 по 2011 он только думал, думал, изучал разные модели, механизмы, взаимодействия. Кроме этого, у него там свои бизнесы крутились, то есть, а он только думал, представляете, да? В вашем окружении есть такие люди, которые не надо работать ради денег, да? Которые свободны абсолютно, да? Которые имеют огромные пассивные доходы и могут себе позволить просто думать пять лет. У вас есть в вашем окружении такие люди? Так вот, только вот этот вот маленький моментик, да, уже говорит о том, что Дмитрий Васадин уникальный человек. И он поставил себе такую очень интересную цель, нашел вот эту вот миссию. И он не согласен, несмотря на то, что он как бы деньги победил уже деньгами, да, но он не согласен с этой системой, как бы распределения капиталистической системы, где 1% имеет 90% ресурсов нашей планеты. И он понял, что надо сделать микс, надо сделать микс всего самого лучшего, то, что было в Советском Союзе, и сделать микс всех возможностей современного мира. И это получилось. Друзья, сообщество стартануло в 2013 году. Вот. И с тех пор уже вот практически прошло 11 лет. Что за это время было создано? А было создано очень много. Была создано целая финансовая инфраструктура. Что есть сейчас? Есть параллельный финансовый мир у сообщества. А это прежде всего. Уже сегодня вот буквально, поздравляю, кстати, всех, сегодня у нас открылся еще один фонд в Польше. Польские граждане запустили свой фонд. Вот. И это круто. У нас уже 4 фонда коллективного самообеспечения. У нас 2 криптовалютных платежных сервиса по мощности не хуже кошельков Payer. У нас криптовалюта. Это причем не токен, не коин, а это currency. Currency – это универсальное платежное средство. И на данный момент вы слышали, что сейчас все центральные банки через мировой валютный фонд внедряют в каждой стране цифровые деньги. Где-то цифровые рубли, где-то цифровые деньги, где-то цифровые найры и так далее. Неважно. Сам факт, что мировая финансовая система сейчас везде продавливает законодательство всех стран и внедряет цифровые деньги по технологии CBDC. Это Central Bank Digital Currency. Вот currency и всплыла. А у нас наши currency же есть уже более 5 лет. Currency – это универсальное платежное средство. Это большой и очень сложный комплекс технологических мер, который позволяет какой-то обычной монете быть универсальным платежным средством. У нас это уже есть более 5 лет. Дальше. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого мы майним наши криптовалюты и currency. И тоже на этом хорошо зарабатываем. У нас есть свой блокчейн с огромной скоростью транзакций. Все наши денежные потоки на своем собственном блокчейне. У нас есть своя нейросеть, которая нам помогает перераспределять денежные потоки внутри нашего сообщества. И тем самым у каждого участника есть возможность деньги иметь всегда. И на данный момент, и это еще не все. У нас еще много проектов на стадии запуска и разработки. Поэтому, скажу вам честно, это только начало. Но уже это позволяет нам делать, как говорится, те великолепные денежные потоки, которые у нас есть. То есть, по сути, у нас уже есть наша внутренняя экономика, которая позволяет нам эффективно перераспределять денежные средства внутри нашего сообщества. Теперь давайте расскажу, что такое рынок. Рынок – это система перераспределения денежных средств. Это игра, взрослая игра, денежная игра, в которую поверили взрослые люди. И на данный момент, раз уж мы живем в цивилизации, у нас два возможности победить деньги. Первое – это деньги деньгами можно победить. А второе – это полностью от них отказаться. Если же мы от них отказываемся, то нам надо уходить куда-нибудь в лес, либо в горы. Но это отдельная тема для разговора. Сейчас мы говорим про деньги и как с помощью наших инструментов сделать так, чтобы деньги у вас были всегда. И это действительно очень просто. Не просто так сообщество не теряло времени, 10 лет не прошли даром, и разработаны уникальные психологические, математические алгоритмы, которые позволяют деньги иметь всегда. И я думаю, дорогие мои друзья, вы видели, как мир очень серьезно изменился. И вот именно на базе системы перераспределения денежных средств мы можем изменить свою жизнь к лучшему. Потому что мы видим, что мир реально меняется и меняется стремительными шагами. Вспомните, что было пандемию, допустим. Наше сообщество пандемии очень легко прошло. Наше сообщество легко прошло СВО. И мы очень быстро перестраиваемся и продолжаем идти развиваться дальше. И также до этого была куча всевозможных уроков, на которых мы учились и шли дальше, уже более окрепшие. Вот. Мир меняется. Как мир изменится, когда полностью цифровой рубль войдет в нашу жизнь, дорогие друзья? Я скажу вам честно, он кардинально изменится, потому что полностью тотальный контроль Центральный банк возьмет на себя. Вот. Поэтому, дорогие мои хорошие, это реальный шанс для каждого из вас, особенно вот новые участники, вот, кто первый раз слышит эту информацию, у вас просто, ну, подарок судьбы, что вы сейчас находите здесь. Поэтому досмотрите нашу, поучаствуйте, вернее, нашу презентацию до конца, а если вы смотрите в записи, досмотрите ее до конца, и вы будете иметь полный объем информации. Как нейросеть у нас сейчас влияет на нашу жизнь? Скажу вам честно, рынок труда сейчас абсолютно перекроется весь. Уже в городе Иннополис вы можете видеть, как многие профессии полностью абсолютно, можно сказать, сокращены. ездят такси без водителей, курьеров тоже нету в этом городе, везде ездят Яндекс.Роботы, официантов нету, тоже роботы развозят все заказы, нету ни кассиров, ни продавцов, ни какой-то обслуживающего персонала, везде работают роботы, дорогие мои друзья. Поэтому на данный момент мир очень серьезно меняется. И поэтому те, кто думает, что найм это еще надежное средство добычи денег, то в ближайшее время вы столкнетесь с очень серьезными большими трудностями. И если вы не видите наперед на несколько лет, то, скажу вам честно, такие вот новости неожиданно зайдут в вашу семью, и будет потом сложно от этого всего выбираться и очень быстро перестраиваться. Все старые методы заработка денег также отмирают, да? Очень много отмирает оффлайн бизнеса. Остается в основном только один, один вид заработка – инвестирование. И даже смысл этого термина уже тоже сегодня очень сильно изменился. Если раньше это были инвестирования, акции, облигации, фондовый рынок, недвижимость, то сейчас это просто олицетворение любого вложения. И неважно, это времени, ресурсов, денег или материальных, нематериальных активов. Сегодня даже картинки NFT, просто какие-то картинки стали активами. Представляете, друзья? И люди покупают эти картинки за миллионы долларов. Люди покупают также участки на Луне, на Марсе, и этим гордятся, считают это шикарным вложением денежных средств. Нормально, да? Мир сошел с ума, да? Еще на Земле не научились жить, уже пилят Марс. Мир изменился и меняется семимильными шагами. И нам вместе с ним надо также меняться. Потому что выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Поэтому, дорогие друзья, наше сообщество, созданное больше 10 лет назад, нашим уникальным основателем, ведь у нас нет ни хозяина, у нас нет ни учредителя, ни владельца. Сообщество Меркурии – это сообщество свободных людей. По-другому я его называю, мы децентрализованное онлайн-сообщество единомышленников, которые объединили свои ресурсы для создания параллельного финансового мира и помощи друг другу. И мы реально оказываем эту шикарную помощь, и все живут очень даже хорошей жизнью. Поэтому наше сообщество активно инвестирует в наши инструменты, эволюционно созданные. Вот уже больше 4 лет они хорошо работают. Это денежные потоки. И причем инвестирование можно начать с абсолютно любой суммы. И, конечно же, прежде чем понять денежный поток, надо понять сам термин инвестирования. Ведь есть два основных параметра – это прибыльность и риск. И казино, допустим, обладает большим риском, но и там и большая прибыль. У вас 1 к 37 – средний шанс для выигрыша. Но у казино есть хозяин, и именно этот хозяин такой шанс придумал. И не забываем, что есть статистика определенная, поэтому шансов выиграть, конечно же, очень мало. Но прибыль соответствующая. Если вдруг реально повезет, то вы реально можете выиграть. Вот. Дальше. Государственные ценные бумаги. Риск маленький, но прибыль тоже очень маленькая. 3-5%. Иногда даже инфляция выше, поэтому такие инвестиции тоже мало привлекательны. Скажу вам честно, что инвестиции в наши денежные потоки – это, я бы сказал, идеальное сочетание. Идеальное сочетание прибыли и рисков. Потому что в нашем сообществе больше нескольких сотен тысяч людей, децентрализованных по всему миру. Вкладывать в инструменты такого сильного сообщества, созданного 11 лет назад, это очень надежно. Именно поэтому прибыли и риски идеальное сочетание имеют. И причем у нас абсолютно самонастраиваемая стратегия. Вы сами лично в своем кабинете. Кстати, если у вас еще нет кабинета, обязательно регистрируйтесь. Если у вас… Обратитесь к пригласителю, тому человеку, который дал вам эту информацию. Если у вас такого человека нет, можете написать мне личные сообщения. Андрея Лисеев можете найти. Вот, у меня много сообщений в этом чате. И я помогу вам создать денежный поток. И причем у нас с собой настраиваемая стратегия. Вы сами можете настроить ее самостоятельно у себя в кабинете. Вы сами себе директор, вы сами себе бухгалтер, вы сами себе начальник, и вы сами себе человек, который управляет вашими денежными потоками. Представляете, да? Вот. Какие же инструменты у нас есть? Давайте в трех словах вам расскажу об этом. Это 5 основных видов денежных потоков и 12 видов вспомогательных денежных потоков. Я лично выделил 17 вариантов заработка в нашем сообществе. Это 17 денежных потоков. Давайте расскажу про основные, про дополнительные. Вы можете посмотреть либо на моем YouTube-канале. Называется видео 17 денежных потоков. Либо можете написать мне личные сообщения. Вот. Я вам скину это видео. 5 основных видов денежных потоков, с которых все начинают. Я тоже в свое время начинал, да? Вот. Но прежде чем рассказать о них, я хочу вам рассказать определенную особенность, которая есть у нас. Особенность в том, что, я думаю, вы уже заметили, что финансовый мир сейчас стал очень запутанным. Вот. И вообще, скажу честно, специально это сделано таким образом, чтобы обычный человек не смог разобраться. И поэтому обычный человек начинает нырять в этот финансовый мир. И он просто хватается за голову и понимает, что там так все сложно, да? Это нужно для того, чтобы устранить конкуренцию в том числе. Потому что не нужна конкуренция. Вот. Это раз. А второе. У нас наоборот все. Когда вы начинаете работать с денежными потоками, то через угровую форму проходит обучение. Вы научитесь многому то, что сейчас на рынке информации, тренингов стоит огромнейшие деньги, сотни тысяч рублей. Вы научитесь, как завести криптовалюту, как ее вывести, как создать кошельки, как пользоваться кабинетом, по каждой стратегии каждого потока, как реинвестировать и так далее. И еще многому-многому, чему вы научитесь. У нас все устроено так, что все друг другу помогают. И ваш непосредственно пригласитель и лидер напрямую заинтересованы в вашем успехе. У нас есть также, у каждой команды есть внутрикомандное обучение. И это все абсолютно достается вам как бы бесплатно. Просто потому что вы находитесь в нашем сообществе. Как бы в довесок к доходу ваших денежных потоков. А ведь это стоимости тренингов в сотни тысяч рублей. Это такие знания разношерсткие. У нас есть даже Академия гармоничного человека, где мы даем полностью базу знаний для наших участников. Это знания и по здоровью. Это знания и по соцсетям, как правильно что вести. YouTube, Telegram, Contact. Это знания и по медитации у нас проходит. И по йоге и так далее. У нас очень много перечень знаний. Сам транссерфинг мы занимаемся и обучаем. У нас и много знаний, которые сейчас могут вам помочь выйти из крысиных бегов. Потому что нужно разбираться не только с деньгами, нужно разбираться прежде всего со своей головой. Вот именно здесь творятся все проблемы в вашей жизни. Именно вот здесь, в этой коробочке. Идем дальше. Этот проект и вообще наше сообщество – это маленькая часть огромного замысла Дмитрия Васадина. Не просто так он думал. Пять лет, дорогие мои друзья. Пять лет он моделировал. Пять лет изучал. Пять лет брал одни формулы, другие, третьи. Изучал, как это можно делать. Это человек очень интересный. Я когда-то замечтал с ним познакомиться. И у меня это получилось. Так же, как может сделать каждый из вас, если реально поставить цель. У нас есть встречи на день рождения сообщества. Другие встречи. Вы можете на этих встречах участвовать. Поэтому каждый из вас может с ним познакомиться лично. У нас есть огромная финансовая инфраструктура, о которой я уже рассказал. Не просто так созданная где-то на диване для того, чтобы срубить бабло. Запомните вот одну простую вещь. Инфраструктура финансовая стоит очень дорого. И она делается очень долго. На нее мы затратили несколько десятков миллионов долларов за все эти 10 лет. И скажу честно, что нет смысла ее создавать, если ты хочешь просто срубить бабло с народных. Понимаете? Она создается при одном условии, что с ней мы хотим жить. Ее эксплуатировать. Она нам помогает жить. Вот тогда есть смысл ее создавать. Поэтому, дорогие мои друзья, открывайте денежные потоки. И это постоянно растущий проект в нашем сообществе. В постоянно растущем сообществе. Итак, вернемся к нашим потокам. Я еще раз сказал, у нас есть 17 денежных потоков. Из них 5 базовые потоки, которые вы увидите в вашем кабинете. Если у вас кабинета еще нет, возьмите ссылку у вашего пригласителя, тому человеку, который дал вам эту информацию. Если у вас нет пригласителя, пишите мне в личные сообщения Андрея Елисеева. Я вам помогу создать денежные потоки. Идем дальше. Первый поток – это стартовый поток. Он учит правильность стратегии инвестирования. Вложил – забрал. Вложил – забрал. Вложил – забрал. И каждый раз вы будете брать все еще больше прибылью. Но, тем не менее, этот проток стартовый называется. Он учит, как правильно стартовать. Он учит мышлению инвестора. Потому что этому мышлению нас не учили ни в школе, ни в университете. Это мышление, когда вы начинаете взращивать свой денежный сад. Я бы даже так сказал. Для того, чтобы ваш сад денежный начал давать урожай, нужно посадить дерево и начинать за ним ухаживать. Вложил – забрал. И по ходу ваши вложения дают очень хорошую прибыль за все время своей работы. А это 10 месяцев в стартовом потоке – это 20 периодов. Один период – это 2 недели. По результатам 10 месяцев стартовый поток дает общую чистую прибыль 150%. Поэтому шикарнейший инструмент, который просто в обычном режиме вам помогает настроить ваше мышление правильным образом на мышление инвестора. И помогает вам иметь деньги всегда. Дальше. Следующий инструмент – это быстрый поток. Или деньги на каждый день. На обычном быстром потоке, который работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью, которую вы получаете за счет подтяжки к потоку криптовалюты и каренсии. Везде доход мы получаем за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренсии, которые мы покупаем в Сберкассе за сейчас курс 13 рублей, а продаем мы нашему фонду коллективного самообеспечения по 100 рублей. За счет этого у нас получается дополнительный доход. А также доход идет за счет грамотного перераспределения денежных средств внутри нашего сообщества. И огромная экономия дохода, которая также перераспределяется – это тот момент, что у нашего фонда нет доходности. Доходность есть только у участников сообщества, что и дает ему возможность долго работать и существовать долгие-долгие годы. Так, вернемся к нашему второму инструменту – это быстрый поток или деньги на каждый день. В обычном быстром потоке, который работает 30 дней, как я уже сказал, деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью. Но в быстром потоке есть еще один инструмент, называется супербыстрый поток. Это, наверное, самый короткий из ваших коротких потоков, который вы можете технически чисто запустить в своем кабинете. Он работает всего лишь 2 недели, друзья, 2 недели. И дает в среднем от 5 до 10% в зависимости от вашего взноса. Это классический депозит, можно сказать так, заморозка денежных средств, выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки, то есть на 15-й день нажатия начисления премии. И на данный момент это такой шикарный инструмент для прокручивания оборотных средств. Вот мои участники, многие оффлайн-предприниматели, они хорошо прокручивают оборотные средства через супербыстрый поток в том числе, ну и через обычный быстрый поток. Деньги в постоянном доступе. А, кстати, друзья, у нас же вообще шикарная вещь. Вывод средств у нас каждый день, представляете? Вот, коммерческие проекты не могут себе такое позволить. Вывод средств каждый день из любого потока. Поэтому на данный момент это еще раз доказывает, что потоки созданы для того, чтобы дать вам деньги. Это их единственная цель. Накормить, накормить народ, накормить участников нашего сообщества. Следующий инструмент это растущий поток. Это очень сложный, это нелинейный инструмент. Это очень сложный. Это поток, который растет в течение шести месяцев. Вернее, начисления которого растут в течение шести месяцев с момента вашего последнего пополнения. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, с помощью которого наши участники покупают машины, квартиры, гасят кредиты, ипотеки. Это только с одного потока, да, можно сказать так. Если быстрый поток, мы его называем деньги на каждый день, стартовый мы его называем обучающий поток, то растущий поток это базовые деньги на жизнь. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в 1 миллион 375 тысяч, вас 1 миллион в 3 миллиона, ваши 3 миллиона в 9 миллионов, ваши 10 миллионов в 30 миллионов и так далее. Растущий поток – это очень мощный инструмент, это не линейная инвестиция, это живой организм, он не просто так создан, этот инструмент эволюционно, я бы даже сказал, даже выстрадан нашим сообществом. За счет эволюции сообщества он создался, можно сказать так. Растущий поток нужно выращивать в копилке, он учит терпению, но приносит еще больше прибыли и доход. Он прорабатывает вашу жадность и прорабатывает страх потери. Если вы каждый день хотите вывести из растущего потока, значит у вас страх потери. Если вы в копилке все-все копите и копите, значит у вас большая жадность. Поэтому на данный момент стратегия следующая, рекомендуемая. Вы берите раз в две недели, раз в месяц из копилки 50%, 25% из них вы на жизнь и 25% можете реинвестировать обратно, таким образом подкармливая поток и он опять вам увеличивает начисление. Если гармонично пользоваться этим потоком, снятием и реинвестированием, то этот поток может работать вечно в вашей жизни и полностью может высвободить вас от наемной работы. Так же, как у нас многие участники уже давно поувольнялись и многие уже планируют увольняться в ближайшее время. Только один поток может такое представлять. А если использовать все потоки, а секрет успеха в нашем сообществе использовать все потоки, потому что они все разновременные, разный у них психологический алгоритм. И когда они все начинают работать, то на вас просто сваливается такой снежный, денежный дождь такой, понимаете? Следующий поток, накопительный поток, это деньги на будущее. Стратегия рассчитана от 3 до 25 лет. Мы его называем наш пенсионный фонд, либо деньги на взросление наших детей, на стипендия. Поэтому шикарный инструмент. Вся табличка доходности указана в ссылочке в вашем кабинете, как создать денежный поток и эффективно им управлять. Вот. И можете изучить этот идеальный, шикарный инструмент. Потому что, оказывается, в будущем тоже деньги будут нужны. В ближайшее время я не вижу тенденции к тому, чтобы деньги полностью отменят. И как-то что-то видоизменится в этом мире. Я думаю, что деньги будут тоже нужны. Поэтому данный поток дает нам возможность деньги использовать всегда. И в будущем в том числе. Следующий, пятый, шикарнейший поток – это наша лотерея. Поток удачи. Я, как и говорил, мы взяли все самое лучшее из алгоритмов Советского Союза. Помните, кто родился в Советском Союзе? В выходные дни было спортлото. 5 из 36 надо было угадать, чтобы вы выиграли. Мы сделали вот такую же лотерею и у нас. Но этот алгоритм мы докрутили, как говорится, усовершенствовали. И сделали ее без проигрышной лотереи. То есть неважно, сколько цифр у вас выпадет, вы все равно выиграете. Минимально должно быть 2 числа, конечно, из 5 выиграть. Но если даже выиграли и 3, и 1, это значит, что продолжает работать, то ваш билетик работает до момента выигрыша. 2 числа, 3, 4, либо 5. Джекпот. То есть сейчас мы накопили в наших трех лотереях джекпоты. В нашей классической лотерее это больше 6 миллионов джекпот. В нашей лотерее синий джекпот уже составляет больше 20 миллионов. И в нашей лотерее золотой больше 30 миллионов джекпот. Участвуйте в нашей лотерее и выигрывайте, друзья мои. Хоть один лотерейный билет, но у вас должен быть абсолютно всегда. Потому что удача поворачивается лицом неожиданно. Поэтому вы должны быть к этому готовы. Идем дальше. Когда вы зайдете во вкладочку лотереи, там есть большая красная кнопка правила лотереи. Туда нажимаете и там полностью есть все описание лотереи, как она работает, сколько стоит. По стоимости давайте сейчас вам расскажу. Наша беспроигрышная лотерея, как классического плана, стоит 100 рублей. Дальше голубая лотерея стоит 500 рублей, а золотая стоит 1000 рублей. Ну джекпоты соответствующие мы уже накопили. В прошлом году джекпоты многие люди выигрывали. В этом году ситуация накаляется. Мы столько такие большие джекпоты уже накопили, но ждем победителей. У меня тоже много в команде, кто выигрывал по 4 числа, по 3 числа. Два числа это вообще каждый день все выигрывают. Поэтому на данный момент участвуйте обязательно, изучайте в своем кабинете. Если у вас кабинета еще нет, то обязательно возьмите ссылку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если же его нет, можете написать мне в личные сообщения, Андрей Лисеев. И я помогу вам создать ваши денежные потоки. Дальше. 5 денежных потоков мы с вами полностью рассмотрели. Теперь я расскажу еще про два вспомогательных потока. Это вознаграждение за развитие проекта. Весь рекламный бюджет, а сообщество у нас не дает рекламы. Весь рекламный бюджет наше сообщество распределяет среди активных участников и лидеров нашего сообщества. То есть, по сути, чем кормить там, не знаю, там Яндекс и другие рекламные площадки, лучше кормить своих членов нашего сообщества. Кормить лучше своих. Так и было принято решение, поэтому все бонусы распределяются среди участников нашего сообщества. И шестой такой шикарный поток вспомогательный – это поток реферальных бонусов за ваши личные приглашения. У нас нет обязательных приглашений вообще. Хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. Этот подростковый период мы уже давным-давно прошли. И на данный момент статистика такая, что больше половины участников все равно начинают приглашать, потому что, ну, когда ваше сердце начнет петь от дохода, который приносит наше сообщество, то вы просто не сможете физически молчать. Так показывает статистика. Поэтому мы полностью отменили давным-давно уже обязательное все приглашение. И сейчас каждый участник может сам решать, особенно на начальном этапе, ну, приглашать или не приглашать. Неважно абсолютно. Вот. Математика ваших личных денежных потоков в кабинете никак не меняется от того, приглашаете вы или нет. Она для всех одинаковая. И неважно, кто новичок, лидер, топ-лидер, там, куратор или еще кто-то активный участник. У меня много участников, которые развивают только свой кабинет, ни одного человека вообще не пригласили. И спокойно крутят миллионами, и у них, они себя очень хорошо чувствуют, очень хорошо. Они просто грамотно, умело по правильным стратегиям развивают свой денежный поток. Следующий, седьмой шикарнейший поток вспомогательный, это лидерский или командный бонус. Тогда, когда уже участник разобрался во всех потоках, когда участник понял, что он понимает всю глубину сообщества, он может претендовать на лидерский либо командный бонус. Таким образом, может развиваться и по карьерной лестнице также. Если у данного участника есть личных 10 человек приглашенных, они активировали свои кабинеты через создание любого денежного потока, то этот человек становится активирован. И у данного человека уже есть 10 человек, дальше он при его желании. У меня есть такие люди, которые говорят, я не хочу быть лидером, хотя у него там уже первой линии 20 человек. Поэтому это все решает каждый участник самостоятельно. Это не обязательно, что вам надо быть обязательно лидером, это по вашему желанию. Хотите развиваться дальше, пожалуйста, вот вам возможность. Вот. И вам открывается лидерский бонус. Это глубина до седьмого уровня по лидерской ветке и глубина по вашей структуре участников до бесконечности. Поэтому, друзья, используйте. Кто хочет развиваться, используйте лидерский либо командный бонус, создавайте команды. Такая возможность тоже есть. Все процентные соотношения вы тоже можете видеть в своем кабинете и активно им пользоваться. От 2 до 5 процентов, зависимо от потоков, от пополнения денежных средств. Скажу вам честно, что новые участники пополняют свои кабинеты обычно 3-5 тысяч смотрят, по полгода думают. Поэтому самое активное пополнение денежных кабинетов и потоков делают именно старые участники. Именно они создают вот тот большой денежный объем, который потом кормит всех остальных. Почему это делают старые участники? Потому что они разобрались в потоках, они разобрались в сообществе. Им здесь по кайфу, им здесь очень нравится. Они хотят с этим инструментом жить всю свою жизнь, понимаете? А многие даже уже давным-давно уволились с работы и живут свободной жизнью, нажимая на кнопочку, и деньги у них есть всегда. Поэтому вот уже много лет наше сообщество, а это несколько сотен тысяч человек по всему миру, инвестирует в денежные потоки. Хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет, друзья мои. Берите ее с собой по жизни, и жить вам реально станет намного проще. Это человеческий инструмент, инструменты с сердцем, сделанные мечтой Дмитрия Васадина, для того, чтобы каждому человеку дать возможность высвободить себя из нужды постоянного заработка денег. Кто, вот у меня даже иногда такая мысль возникает, какого хрена мы должны вообще зарабатывать деньги? Вот какого хрена? Вот в животном мире, в матушке природы никому не надо зарабатывать деньги. Вот родился олененок, вот пошел он на лужайку, наелся травы, вот не надо ему зарабатывать денег, понимаете? И мы могли бы таким же образом жить. Это называется природосообразное мышление, понимаете? То есть, но наше общество прошло немножко другим путем. Вот, и поэтому нам, как людям осознанным, нужно объединяться для того, чтобы высвободить себя от нужды постоянного заработка денег. Вот, нас подсадили на эту денежную иглу, хотя в Советском Союзе не было прям такого резкого нужды зарабатывать деньги. Вот, да, были тоже разные возможности, разные судьбы, да, везде у всех было все по-разному. Но такой прям беготни за деньгами, как у нас есть именно сейчас, нужды такого не было. Все жили как бы спокойной жизнью, потому что была другая система перераспределения денежных средств, дорогие мои друзья. Другая, другие алгоритмы просто были. Поэтому берите денежные потоки с собой. Это не какой-то проект в интернете с внутряночкой. Это сообщество, огромное сообщество, у которого целая финансовая инфраструктура, свой целый мир. Когда вы в него окунетесь, вы поймете, насколько здесь все продумано, насколько здесь столько возможностей, что изучать, изучать и еще раз изучать. И с каждым разом, чем больше вы будете изучать, тем больше вы будете богатеть. Денежные потоки, это еще раз повторю, не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. И это как раз та мечта, которую Дмитрий Васадин осуществляет, миссия, можно сказать так, да. И скажу честно, со стопроцентной уверенностью, что когда вы полностью разберетесь с денежными потоками, вы поймете, что такого проекта у вас еще не было и не будет никогда. Но про сообщество я уже вообще молчу. Потому что такое объединение таких высоковибрационных людей, людей, которые настроены на созидание, людей, которые настроены на обучение, как мы возимся со всеми своими участниками, рассказывая им, показывая, давая им финансовую грамотность. То есть нигде никто так не возится, дорогие мои друзья. А если и возятся, то берут за это деньги. Мы же деньги не берем, мы обучаем и даем вам шикарнейшие знания. Ведь сегодня у меня просто презентация. На командном обучении я даю совершенно другие знания. На лидерском обучении я даю еще другие знания. То есть это первая ступенька всего лишь презентации, можно сказать, немножко знакомства с нашим фондом. Поэтому Дмитрий Васадин создал данные инструменты, помог, вернее, создать. Сообщество само включалось в этот процесс для того, чтобы деньги у вас были всегда. Наш фонд без доходности. Всю доходность распределяется среди участников нашего сообщества, нашего фонда в соответствии с алгоритмами ваших кабинетов. Если у вас еще нет кабинета, то обратитесь к вашему пригласителям, того человека, который дал вам эту информацию. Если у вас нет пригласителя, пишите мне, я помогу вам создать денежные потоки. Ну а теперь, друзья, вы можете создать свои потоки, если у вас нет. Вы можете сейчас задать свои вопросы. И вы можете поделиться своими историями, успехами. Сейчас открываем микрофончики. Поднимайте руки. Так, микрофончик один уже включил. Андрей, здравствуйте. Да, Ирина, слушаю вас. Здравствуйте. Я зашла в потоки четыре месяца назад. Я очень рада и очень довольна, что я здесь нахожусь. Но у меня появился вопрос. Как, вернее, к процентам относятся мусульмане очень-очень плохо. Вот нам сюда нельзя. Что мне можно им сказать на этот вопрос? Неправда. У нас же проценты плохо относятся, когда проценты даются в долг. Мы же никому не даем в долг под проценты. Вот это называется судный процент. Вот это называется судный процент. У нас этого нет. Мы, наоборот, мы объединяем денежные средства, а доход у нас в виде благодарности от фонда, от сообщества, понимаете, идет. Вот. У нас нет такого судного процента. У нас этого нет. Мы, наоборот, людей из долгов достаем, а не в долги, понимаете. Вот мы же не кредитуем. Мы не кредитуем. Вот, кредитование, вот это судный процент. У нас нет судного процента. На данный момент, вот, я вот приводил, многие ко мне приходили тоже мусульмане, я приводил. Пример. Вот, допустим, вы живете на одной улице. У нас, по сути, касса взаимопомощи нового поколения. Вот. Почему назвали фондом? Это чтобы, ну, привычный шаблон такой, да. У нас касса взаимопомощи по-настоящему нового поколения. Единственное, что очень мощная, современная и выполнена по самым последним, как говорится, законам техники, да. Вот. Пример, да. Вот вы живете на улице, да. Пускай, не знаю, пускай там мусульманская улица, допустим, если вы пример привели, Рина. Вот. И захотели помочь соседу, да. Захотели помочь соседу. Там принесли ему деньги, ему нужна помощь, принесли ему деньги, а он, ну, говорит, я хочу тебя тоже отблагодарить. Давай я тебе, не знаю, там, вот у меня есть много огурцов. Давай вот эти огурцов, ну, возьми, пожалуйста, я тебя хочу хоть чем-то отблагодарить. И человек ушел как бы с огурцами, да, то есть получил как бы процент, да, можно сказать так, да. А потом поменялась ситуация, у того появились возможности, а у этого соседа наоборот, что-то случилось там. И уже этот сосед пришел с деньгами, также помог этому соседу, а этот сосед говорит, слушай, спасибо, что ты мне помог, но вот у меня огурцов нет, но у меня много помидор, давайте помидоры дам. И тот тоже ушел с помидорами, и этот довольный, понимаете, да? Вот чем мы занимаемся, огурцы, помидоры, это и каренси у нас, вот, вот что у нас происходит, вот. Только это в очень сложном масштабе, разновременное, это математические, психологические алгоритмы. Я вам очень примитивный алгоритм показал, один-один, да, два человека, две семьи. Если всю улицу собрать, там, 40-50 домов, то уже сложнее будет алгоритм перераспределения денежных средств, да, можно, но еще его можно удерживать, там, в рамках, там, амбарной книги, как говорят, да, или журнала, там, да, его еще можно там что-то где-то записывать, как там, что, общую копилку собирать, помогать там всем, там, какой-то алгоритм придумывать, да. Вот. Поэтому это вообще никак не подпадает под запреты мусульманского мира вообще. Благодарю. Я все время говорила, это халяльный бизнес. Вот пыталась им донести это. Правда, это же не бизнес, халяльная помощь друг другу. Халяльная помощь, теперь, да. Касса взаимной помощи нового поколения. Спасибо, Ирочка, хороший вопрос задали, шикарнейший вопрос. Так, ну что, друзья, поднимаем руки, Наталья. Наталья, слушаю вас. Нажмите центральную кнопочку, там микрофончик зачеркнутый, и будем вас слышать. Здравствуйте, я сегодня с этой информацией познакомилась. Вот я заходила на сайт, да, читала информацию. А вот, например, сайт могут заблокировать? Ну, какой именно? Ну, вот я просто еще не всю, конечно, систему понимаю, но, допустим, я туда вношу деньги. Да, а сайт взяли и заблокировали. Ну, вот такая ситуация. Роспотребнадзор уже нас внес в блокировки, это нормально. Это нормально. Но у нас такая IT-команда за 10 лет, у нас лучшие топовые менеджеры Яндекса 5 лет назад к нам пришли. Поэтому, вы думаете, мы такую просторию задачку техническую не решим? Для этого есть VPN, для этого есть зеркала сайтов и так далее и тому подобное. То есть, не волнуйтесь, это вообще, вот об этом вам вообще не стоит даже думать. Вы всегда будете иметь доступ к сайту, поверьте мне. Так же, как я буду иметь доступ. А если я буду иметь, я вам дам доступ тоже. Я просто слышала о том, что в России весной вроде бы как вообще VPN-ы не будут применяться. Ну, поглядим, поглядим, как они не будут поменяться. Это раз. А во-вторых, есть зеркала сайтов. Понимаете? Знаете, что такое зеркало сайта? Знаю я в одной компании, в которой постоянно меняют зеркала. И никак не могут тоже решить такую проблему. А зачем? Мы делаем то, что системе невыгодно. И причем неважно, в какой вы стране. Не надо там напирать на какую-то власть. Они сейчас, честно сказать, им очень сложно. И шапка Мономаха реально тяжела. В каждой стране неважно. Потому что они зажаты сейчас между мировой финансовой системой в виде центральных банков, вот этих всех МВО, и своим народом, который еще спит. И они как бы на двух стульях, между двумя огнями. Поэтому лоббируют как бы и там, и там, и сям, и этим, и тем. И на данный момент сложности есть. И поэтому ничего страшного там нет. Абсолютно ничего. Будет зеркало. Будете пользоваться зеркалом. Зеркало там, не знаю, через полгода заблокируют. Еще одно зеркало будет. Вот. Ничего страшного там нет. Тем более, что у нас в кабинетах есть, у нас в кабинетах есть. Называется обход ВПН. Есть обход блокировки. Есть специальная технология, с помощью которой можно обходить ее дополнительно. Вот. Надо будет еще три еще технологии разработать. Не волнуйтесь. У нас есть кому думать над этими вопросами. А еще вопрос можно? Да, конечно. Вот вы говорите, что, ну, может, я неправильно поняла, но что никто не руководит. Все как бы здесь имеют равные права, да? А следствия же кто-то выводит или это как-то автоматически? Так, еще раз вопрос не понял. Как выводится средство? Как выводится средство? Да, да. Каждый человек сам принимает у себя в кабинете решение о выводе средств. Вывод средств из потоков, быстрого потока, осуществляется в автоматическом режиме. Из стартового потока, растущего накопительного, через подтверждение вышестоящего лидера. Это нужно для того, чтобы лидеры с вами еще больше коммуницировали. Потому что многие участники на первых этапах делают неправильные действия. За счет этого можно подкорректировать где-то. Дальше выводы, реферальных начислений и командных бонусов в автоматическом режиме в любое время. Каждый день. Спасибо. Пожалуйста, Наталья, спасибо за вопросы. Так, друзья, еще задавайте вопросы. Поднимайте руки. Так, Алексей. Слушаю, Алексей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я новичок, и у меня вот вопрос такой. Вы говорили про вспомогательные потоки. Вот первый поток вспомогательный – это вознаграждение за рекламу. Можно немножко подробнее об этом? Реферальный бонус. Реферальный бонус. У вас в кабинете есть четыре ссылочки, красненькие такие, да? Первая ссылочка называется «Как создать поток и эффективно им управлять». Вот это внимательно изучаем. Вторая ссылочка – вознаграждение за развитие проекта. Мы туда проваливаемся, и там подробное описание двух бонусов. Это бонус реферальный и командный бонус. И в зависимости от потока реферальный бонус от 2% до 7%. Поэтому используйте этот денежный поток. В любом случае народу кто-то же все равно расскажет, почему не вы. Поэтому рассказывайте народу и создавайте команды. Не обязательно быть лидером. Хотите лидером – мы очень приветствуем, любим лидеров и обучаем их отдельно даже. Не хотите – просто развивайте свой кабинет и приглашайте людей. Не хотите приглашать – просто развивайте свой кабинет. Сейчас такая возможность тоже есть без проблем. Спасибо. Пожалуйста, Алексей. Не бойтесь нажимать в кабинете все разные кнопки. Полностью весь функционал изучите. Кабинет специально создан, чтобы вы им пользовались. Там есть все. И история платежей, и история бонусов. И там вот такая кружочек есть с кнопочкой, с точкой «И» информация или история. Все нажимаем, нажимаем, изучаем каждую кнопку. Изучите ваш функционал кабинета. Не бойтесь где-то что-то нажимать. Никто ничего не улетит. Везде стоит защита. Еще, друзья. Еще, друзья, вопросы. У вас есть уникальный шанс задать вопрос, поделиться историей, поделиться своими победами. Любой информацией. Поэтому давайте поднимайте руки, спрашивайте. Нет глупых вопросов, есть вопросы не заданные. Пользуйтесь моим шестилетним опытом в сообществе. Это дорогого, скажу вам, стоит. Потому что если бы мне бы так дали человека с большим опытом в самом начале, я бы намного быстрее прошел этот великолепный путь. Поэтому, друзья, поднимаем руки. Еще 5-7 минут я поотвечаю на вопросы. Поэтому пользуйтесь этим моментом. У фонда доходности нет. Я еще раз повторяю. Доходность есть только у участников. То есть фонд не создан как инструмент для заработка денег. Это не коммерческий проект. Это удочка, можно сказать. Это удочка, с помощью которой мы все вместе ловим рыбу. Эта удочка совершенствовалась. Эта удочка может накормить сразу миллионы людей. Если бы по алгоритмам своим, наша касса взаимопомощи надежнее и многих европейских банков. Поэтому, скажу вам честно, эти инструменты очень дорогого стоят. И на данный момент, если бы такая система у нас была бы перераспределение в самой стране, либо в государство даже, то все бы жили, все бы уже были давно миллионерами и жили бы очень счастливой жизнью. Так, Александр поднял руку. Приветствую, Александр. Александр, вы на связи. Включите микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Слушаем, Александр. А, слышно. Да, да, да. Слышно, да. Что мне здесь не слышно, поэтому я так и спрашиваю. Я хотел дополнить кое-что к вашему сказанному. Вот я так распространяю поток кэш в социальных сетях и в Фейсбуке, и в других еще, и в Твиттерах там захожу тоже. Вы знаете, я обнаружил, что во многих странах мира есть подобные сообщества. Так же люди объединяются. Мне было очень интересно даже, насколько вот это вот понимание того, что одиночество и выйти из того положения, в котором сейчас находится все мировое сообщество в разных странах мира. И действительно, как вы сказали, что именно когда мы в сообщество объединяемся, нам становится гораздо легче. То есть мы плечо подставляем свое, дружеское, товарищеское, так скажем. И вот мне это понятие стало ближе, потому что вы вот слышали, а у новички, может быть, нет, но я этим не хвалюсь. Я просто у меня опыт такой, и у меня как осенило пазл, и вот сходится. Хочу этим поделиться. Насчет плеча, вот допустим, я вот торгую на бирже фондовой, там есть плечи, которые, как говорится, трейдеры или инвесторы берут плечо, большое от жадности, и потеряют все в результате. Или, например, страх тоже, или синдром упущенной возможности. То есть все люди обладают этими свойствами природными. И вот что хочу, я значит, подытожить и присоединиться к вашему сказанному, что замечательно вот у нас сообщество создано, общественность такая, еще и страны СНГ, и уже стали расширяться, я услышал дальше. И мне очень любопытно, интересно, вы сегодня сказали, что у нас еще один появился. Да, сегодня объявили, да, о создании фонда в Польше. В Польше? Да. Сегодня четвертый, у нас уже четыре фонда коллективного самообеспечения, сегодня польский, да. Ура, здорово. Ну вот я хочу новичкам сказать, что действительно нужно присоединяться сегодня, так как вот я работаю на фондовом рынке, как инвестор, как трейдер, много лет, уже более семи лет, и у меня есть практика в том, что действительно в потоке кэш выгодней. Потому что мы много очень теряли, трейдера теряют, потому что там есть стоп-лоссы, но кто понимает, что такое профит, это когда прибыль человек получает. Что такое стоп-лосс? Так вот мы как-то недавно разговаривали с приятелем, я говорю, вы знаете, чем отличается поток кэш от торговли на бирже? А не чем-чем? Я говорю, тем, что у нас нет стоп-лосса. Понимаете, это шикардос, то есть ты заходишь на рынок и торгуешь, и тебя хопа и сбило, и ты потерял все. Ну, я имею в виду стоп-лосс получил, и все-таки все потерял. Вот здесь риска нет, здесь есть только прибыль, прибыль здесь нет, стоп-лосс. Ну, кто-то, может быть, из трейдеров меня слышит сейчас или инвесторов, а я для нычков хочу сказать. Здесь беспроигрышно. То есть здесь человек обречен на успех. Кроме того, воспитываясь здесь, он обрекает на успех своих детей. Вот, потому что здесь накопительный поток очень замечательный. Можно, а если молодая пара, тоже вот создается молодая пара, поженились люди молодые, они могут уже создать свой новый накопительный поток. Вот, и в прошествии какого-то количества лет они могут сыграть, там, отметить, вернее, свадьбу свою, там, серебряную, там, золотую и так далее. Вот, новички, не бойтесь, нужно обязательно рассматривать. Поверьте мне, у меня большущий опыт, я очень много денег потратил на обучение, трейдерство, я очень много покупал курсов, я обучался вот всему этому, чтобы зарабатывать, так скажем, деньги. И обжигался не только, вы знаете, есть статистика, 99% трейдеров не зарабатывают. Для этого создан рынок биржи, там зарабатывают только крупные, как говорят, киты, тех, что владеют большими-большими деньгами, миллиардами там ворочат, там банки работают, там работают корпорации, компании. А мы простые смертные приходим, надеемся, сейчас мы срубим бабло. Нет, там нас косят и режут, как барашков. Это точно. У них уже нейросети давным-давно торгуют. Совершенно верно, да. Нейросети торгуют уже 10 лет и больше, даже 15. Вот роботы торгуют на бирже, и там маркет-мейкеры, там это отдельная тема, сейчас я не хочу занимать. Просто я для новичков хочу сказать, что на сегодняшний день, поверьте мне, нет лучшего места, я не уговариваю. У меня большой опыт, я вам говорю. Сколько компаний, извините, у меня тут китайская колонка, она крикнула, отключилась. В общем, что я хотел сказать, что меня сколько в разные лохотроны, родные там, знакомые, близкие приглашают, я никуда не иду, совершенно никуда. И не шел. Я отговаривал много людей от разных пирамид, от так называемых проектов, которые были только. Люди потеряли там деньги. Сейчас они говорят, спасибо, Саша, что ты вот нас предупреждал, мы действительно тебя не слушали. А теперь, когда я рассмотрел поток кэш, я понял и изучил тут все очень серьезно, довольно. Особо мне понравилось то, что здесь есть программисты серьезно, а второе, что здесь есть блокчейн. А так как я торгую и на криптобирже, кроме фондового рынка, я еще на криптобирже. Я знаю, что такое криптаж, такое токены, что такое DeFi. Андрей рассказал про картинки, то есть вот NFT-картинки, они продаются за большие баснословные деньги. Ну, общество к этому идет. Ну, сейчас я не буду развивать эту тему, это отдельно. То есть получается, что ничего лучшего пока в данный момент нет. Вот здесь надежно, здесь практично, здесь уже 10 лет за нас люди сделали все, для того, чтобы мы здесь сегодня были. Все, спасибо большое. Александр, спасибо большое за дополнение. Расскажите вот еще, вот вы как-то делились опытом, у вас есть еще опыт по пчеловодству, да? Александр, он у нас очень разносторонний, развитый человек. Расскажите вот за 2-3 минутки, как работают пчелы и действительно у них очень похоже с нашей системой. Александр, прием, слышите меня? Медицинский. Вот, я иглорефлексотерапевт и я применяю пчелы ужаления в лечении по биологически активным точкам. И у меня своя пасека была. Вот, и мы выезжали на цветение, отступление маленькое. И вот, понимаете, когда я прослушал поток кэш, я понял, как он работает, и вдруг у меня всплыла вот учебная вся теория, которую я обучал, изучал, вернее, при изучении пчеловодства. Есть в природе закон, который работает точно так же, как наш поток. Удивительным образом этот механизм, он неразрушимый. Вот в природе он существует. То есть вот Дмитрий Васадин, действительно он гений в том, что он сумел увидеть вот эту модель. И он эту модель жизни семьи пчелы, он ее воспроизвел именно в нашем потоке кэш. То есть вот эта механика, вот эта система, которая наработает в потоке кэш, она уже есть в природе. И она в один-в-один точно такая же, как в пчеловодстве, как в семье в улье. И, допустим, смотрите, каждая пчела, она берет нектар, там 0,4 миллиграмма, в своем хоботочке, маленьком желудочке, она вот несет в улье, там перерабатывается уже. И вот много-много-много пчел все несут-несут-несут в улье. Вот это наш поток кэш. Все несут-несут-несут сюда, в основную базу денежную. Вот. И посмотрите дальше. Ну, люди, конечно, мед берут у пчел, но сама пчела из улья ничего не выносит. Сама природа так устроена. Пчелы несут все в ульи, там этот все перерабатывается, нектар превращается в различные продукты пчеловодства. Вот. Потом там рождаются маленькие детки, это наши новички, которые приходят в нашу компанию. Вот. И о взрослые пчелы, прошу сделать особое внимание, взять ручки или карандаши и отметить очень важную деталь. Пирамида строится из вновь приглашенных. А в улье и в нашем потоке кэш разрастается наш поток и ульи внутри за счет взрослых пчел. Взрослые пчелы кормят новичков. То есть взрослые пчелы кормят маленьких пчелок. Они их воспитывают, показывают пример, как нужно стать взрослой, такой, как я. Потом маленькая пчела, то есть новичок, который приходит сюда, становится взрослой, рабочей пчелой. И он трудится и уже строит свою команду, воспитывает также дальше. Вот все в один-один, как в семье пчеловодческой. Просто организация там на высочайшем уровне. Вот возьмите просто любую книжечку, брошюрочку по пчеловодству, почитайте обязанности каждой пчелы внутри улья. Вы обалдеете, это вообще такая уникум. Гениальность просто заложена природой. И вот эта гениальность, она перенесена в модель нашего потока кэш. Каким-то образом Дмитрий Васадин увидел, не знаю, может Господь нашептал на ушко. Может еще какие-то чудеса приснились, как Менделееву во сне, например. Но вот так у нас работает поток кэш по модели пчеловодства. Ну, больше занимать времени не буду. Шикарно, Александр. Благодарю вас, благодарю, что поделились знаниями. Так, друзья, еще давайте вопросы задавайте. Так, Галина. Галина, включайте микрофончик. Всем, кто поднимал руки, я включил микрофоны. Спрашивайте по центру, нажимайте микрофончик зачеркнутый, и вас будет слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я открыла потоки. Поздравляю, во-первых, вас. Поздравляю вас с этим. Спасибо. Спасибо. И вы знаете, когда мы сегодня выводили деньги с моим наставником, я говорю, ну ладно, пускай они останутся. Они пускай будут тут. И вдруг я от вас слышу такую фразу. Значит, вы будете, если вы будете оставлять деньги в копилке, вы будете проявлять свою жадность. Конечно. Потому что деньги, в принципе, незначительные. Надолго, надолго оставлять деньги в копилке. А, надолго. Ведь есть участники, которые три месяца не выводят, три, четыре не выводят, пять не выводят. Понимаете? Понятно. И у меня тогда возникает такой вопрос. Нужно ли деньги выводить каждый день? Или их можно оставлять в копилке и выводить, допустим, раз в неделю, а потом опять выводить? Смотря какой поток вас интересует? Ой, я открыла быстрый, быстрый. Быстрый поток. Стартовый поток. И в стартовом потоке обычный и быстрый. Кажется так. Ну вот смотрите, в зависимости от того, какая цель перед вами стоит. Если же вы хотите с этих денег открыть еще один поток внутри этого потока, и у вас денег хватает, то нет смысла их выводить. Вы можете прямо с этой же копилки открыть новый поток внутри этого потока. Если же у вас денег не хватает для открытия, то вы можете вывезти в сберкассу, и там уже саккумулировать с разных потоков большую сумму и зайти в какой-нибудь другой поток, либо вывезти вообще их. Сейчас в копилках у каждого потока сделана такая вещь, как те же функции, как и в сберкассе. То есть на остаток средств начисляются также проценты. То есть еще вспомогательные потоки запущены. Также у нас же много потоков, у нас много видов доходности. И скажу вам честно, что вы можете этим пользоваться. Я лично из растущего потока вывожу раз в две недели, раз в месяц. Часть беру на жизнь, часть забрасываю обратно, подкармливаю поток. Из стартового и быстрого потока я обычно вывожу все в сберкассу, аккумулирую и дальше думаю, что с этими деньгами делать. Либо создаю новую часть потока, часть беру на жизнь обязательно. Обязательно надо брать на жизнь, потому что мы сюда пришли не для того, чтобы цифры купить в интернете, а для того, чтобы мы кормить себя могли с помощью потоков. Поэтому выводите на жизнь в обязательном порядке. Если кто захочет продать рубли, милости просим, пишите мне, я все куплю. И на данный момент любой лидер, я абсолютно уверен, тоже все скупит. У нас сейчас огромный дефицит рублей на сберкассе. Поэтому пишите своим лидерам, либо мне, и у вас скупят рубли в любом количестве. У меня сейчас очередь на миллионы стоит. Поэтому не все быстро могут научиться пользоваться биржами, либо обменниками, либо телеграм-кошельком. Поэтому постепенно учатся, но в потоке хочется запустить быстро. Поэтому обязательно выводите. В зависимости от задачи, говорю, какую хотите решить. Если хотите реинвестировать, то, конечно же, и у вас средств хватает к этому реинвесту, то есть смысл оставить в копилке и уже из копилки реинвестировать. Если же вы хотите саккумулировать большую сумму, то из всех потоков можно нарастить эту сумму и дальше уже подумать, что с ней делать. Исходя из этого, принимайте свою стратегию. Так, друзья, еще вопросы? Так, Игорь. Игорь, Витебск. Добрый вечер всем. Добрый, добрый. В Белоруссии, да, Игорь. Я как бы в потоках, можно сказать, новичок. Два месяца я здесь всего лишь. Но вообще в инвестпроектах, в частности в хайп проектах, я не новичок. Я работаю уже как бы давно. Я знаю, как это все работает, почему происходят скамы, где виноваты администраторы, где виноваты сетевики, ну и так далее. И когда я сюда зашел, я точно... А да, если что, хочу что еще сказать. Обычно новички все боятся в разные проекты такого типа заходить. Почему? Потому что среди этих проектов очень много таких, которые вот раз-раз поработали, кинули люди, деньги потеряли. Но надо отличать проекты один от другого. Вот. Ну, по такому же принципу я тоже... Когда меня пригласили, я зашел сюда. Ну, мне было очень любопытно, вот, что это такое. Я точно так же думал, что это тоже такая же фигня, как и все остальное. Ну, думаю, ладно, не жалко мне 3000 рублей российских. Вот. Я положил туда, и через 30 дней я получил эти 20% в 60 рублей. Но я за все это время как-то особо не интересовался этими потоками. А потом почему-то мне стало интересно, и я начал, знаете, как... Когда специалист начинает, ну, копать под эту фирму, да, начинает проверять их. Шикарно, копайте, чем лучше, тем будет лучше. Когда домен открыт, правду ли говорят, или это все легенда. Обычно все проекты, они говорят, вот, ну, у них существует легенда, они рассказывают, что вот мы такие крутые у нас там то и то и то есть. А на самом деле, когда начинаешь проверять, они созданы там полгода тому назад. Вот. Но это все для тех людей, которые, ну, новички не понимают, скажем. Вот. Здесь же получилось, я начал все это проверять, проверять. И вот это фактически... Время у меня ушло на это. Ну, я параллельно как бы там открыл поток еще там на 5000 рублей. И потом зашел в еврозону, потом в испанскую платформу. Вот сейчас вот польская появилась. А мне вот ребята говорят, что ты все копаешь, проверяешь? Ты никому не веришь, ничего. Вот. Смотри, вот у нас вот Андрей, вот, который сегодня ведет этот вебинар, Елисеев. Вот. Он уже вот продолжительное время здесь. Или, например, Костя Галочкин. Вот он уже там три года. Там кто-то... Наша Ирина, вот она тут уже почти полтора года. И она уже скоро свое основное место работы бросать собирается. А ты все думаешь? Ну, и, конечно, в счете за это все время я нашел ответы практически на все свои вопросы, которые меня интересовали. Я сейчас положил 1000 долларов сюда. Отлично, поздравляю, Игорь, шикарно. Они мне уже дали прироста. Это я положил на прошлой неделе. 2000 рублей российских они дали. Вот через месяц я получу уже почти 300 долларов. Там, ну, чуть меньше где-то будет. 250, наверное, или 270, не считал. Вот. Ну, и, скажем, через три месяца я отобью эти деньги. Вот. По поводу того, как долго это будет, проект этот будет продолжаться. Это, наверное, самый больной вопрос для всех. Вот. И он очень непонятный. Потому что вот мы, люди, которые живем в этом мире, мы немножко по-другому рассуждаем. А вот в обществах взаимопомощи, вот я помню, я пол своей жизни прожил при социализме. И у нас вот тоже были кассы взаимопомощи. Там немножко по-другому. И здесь вот мышление должно быть именно так, как там в кассе. Ну, как у нас когда-то было. То есть люди помогают друг другу, никто никого не обманывает. Взял, положил там. И вот оно все так подкрутится, крутится. И более того, если кто-то вдруг решил обворовать кого-то, да, то тебя сразу дадут по рукам. То есть ты не сможешь. Обычно почему скамят со фирмой? То есть заходят какие-то сетевики, и вот они почувствовали, что что-то неладно. И сразу начинают выводить свои деньги. И все, система рухнула. Здесь такого не может быть, потому что ты же сработал, у тебя в чате. Это получается, что вы посмотрите, какое общение идет в чатах, да. Все люди как родственники, все друг друга знают. И все же видят, или ты как бы честный человек, или ты жулик какой-то. Поэтому вот это вот самая надежная защита от скамов, от того, что система перестанет работать. Более того, скажу, что эта система пережила пандемию, когда многие предприятия начали закрываться. А вот пережила вот эти вот политические, военно-политические катаклизмы. Это очень серьезное испытание. И вот она работает. В последнее открылась польская платформа. И даже развивается, и даже развивается дальше. Ну все, я кончил. Отлично, спасибо, Игорь, спасибо. Вот, действительно, у нас совершенно как бы другой подход. И задача, еще раз говорю, нашей кассы взаимопомощи нового поколения не срубить бабло и свалить. Задача накормить и постоянно кормить, друзья мои, постоянно кормить участников своих. Потому что только сытые участники сообщества могут пойти дальше. А вот дальше самое интересное будет, да. Мне, я просто вот жду, не дождусь, когда мы дорастем, дорастем до момента, это надо несколько миллионов человек, до момента как бы запуска нашего маркетплейса, нашей как бы социального агрегатора. Это вообще, это мега тема. Тогда, когда мы будем с помощью своей там криптовалюты обмениваться друг к другу товарами, услугами, оказывать как-то, у нас вообще еще больше движения пойдет, понимаете, да. Вот, и скажу честно, что я вот же не дождусь пока, когда вот будет возможность техническая, и мы наберем определенную массу единомышленников, чтобы мы могли грамотно воспользоваться нашим маркетплейсом в том числе. Поэтому еще больше все закрутится. Поэтому вот эта касса взаимопомощи, это маленькая такая часть огромного замысла, это маленькая такая нижняя прослойка в пирамиде Маслоу, да, в пирамиде потребностей человека, который просто человека тупо кормит, поет, как, помните, в сказках, да. Ты накорми, напои, баню и стопи, а потом и люби. Так и здесь, как можно говорить о какой-то там любви в высших материях, да, к этому миру, мир прекрасен, когда человек голодный, надо его накормить, напоить, баню и стопить, значит, почистить мозг свой как минимум, да. Тот, кто парится в бане, тот не парится в жизни, вы же знаете, да, формулу успеха. Вот, поэтому на данный момент мы проводим еще обучение всевозможное, даже здесь проходят и медитации, обязательно в них участвуйте, все гости нашего чата. У нас очень хороший тренер по медитации, вот, обязательно принимите участие, всем очень нравится. И это все для вас бесплатно, представляете, мои дорогие друзья? Поэтому на данный момент спасибо, вот, делятся наши коллеги, да, Дмитрий Васадин, что он-то сказал, давайте я даже зачитаю его, да. Если бы менталитет человека позволял взять столько, сколько нужно, а не столько, сколько диктует жадность, то в мире бы всем всего хватало, Дмитрий Васадин. Это абсолютно верно. Вот, поэтому, дорогие друзья, нам очень выгодно обычным людям объединяться. Вот, и даже необычные люди тоже объединяются в банковские картели, да, в сообщества типа, не знаю, масоны, да. То есть, поверьте мне, они объединяются, чтобы им стало проще жить, проще выполнять какие-то свои цели. Но не всегда у них светлые цели, у нас же светлые цели. Мы объединяемся, чтобы высвободить друг друга. Именно поэтому везде сейчас пропагандируется, разделяя и властвуй, да. Очень важно разделить всех, каждому в ячеечку посадить, в ячеечку контролировать, да. И чтобы каждый выживал так, как мог. Но человек, такое существо, если он по-настоящему хочет эволюционировать, он очень хорошо эволюционирует именно в социуме. Именно помогая друг другу, общаясь с другими людьми. В идеале единомышленники, конечно. И именно единомышленники могут, вот все, кто мужчина, особенно в возрасте, я думаю, вы меня поймете и поддержите. Вот у вас есть опыт определенного взаимодействия с другими мужчинами, да. Как бригада. Вот есть бригада, она прям слаженная, сдельная. Там пять человек, и они все друг друга понимают. Каждый выполняет свою определенную часть работы. Каждый человек, у него он кайфует от какой-то, да, от какого-то процесса. И он этот процесс тянет у себя в бригаде, да. Другой его напарник вовремя там подает ему инструменты. Тот еще не успел подумать, а уже ему протягиваются там плоскогубцы, допустим, да. И как важно с энергии. Бригада, когда в с энергии работает, она очень быстро может сделать весь процесс. Абсолютно быстро. Скорость просто, молниеносность становится, когда сработанная бригада. Так же, как в спорт, да, сыгранная команда. Вы видели, да, как приглашают, допустим, в сборную какой-то страны, там, все звезд НХЛовских, да. Но они не сыграны ни хрена. И они проигрывают, потому что они каждый тянут на себя одеяло, и они не сыграны. Вот, вы понимаете, они разделены еще между собой. Их надо объединить сначала, потом они смогут качественно сыграть на общее, как говорится. Так и здесь. Мы сейчас объединяем. Дмитрий Васадин создал сообщество, чтобы нас объединить по-настоящему. Этот просто маленький инструментик кассовой взаимопомощи, чтобы мы не думали о том, где брать деньги, а уже начали думать о других вещах. Мы начали думать, кто мы, куда мы идем, ответить на базовые вопросы, какие наши таланты, для чего мы родились. И этих вопросов не задают нашей жизни. И многие люди умирают, так и не ответив на эти вопросы. Это самое, наверное, страшное. Я бы сказал, это неосознанная жизнь такая, да, прошла. Поэтому, дорогие мои друзья, если вы не знаете ответов на эти вопросы, задайте их себе. Пройдите наши медитации где-то, да. Ну и, конечно же, начинайте создавать денежные потоки, присоединяться к нашему сообществу. Поэтому обязательно обратитесь к вашим пригласителям, того человека, который дал вам эту информацию. Если этого человека нет, то можете написать мне в личные сообщения Андрею Елисееву, и я помогу вам создать денежные потоки. Теперь, кто поднимал руки, милости просим, вы хотели что-то дополнить. Андрей, позвольте я еще одну минуточку, если вы позволите, даже может быть меньше, чем. Благодарю. Я хочу поддержать вас, то, что вы говорите, в общем, все правильно. Потому что самое главное, когда мы проявляемся в этом мире. Раньше я говорил, что мы приходили в этот мир. А в последнее время я стал понимать, что мы не приходим в этот мир. Мы проявляемся в этом мире, как цветы, как все остальное. Как и бабочка тоже красивая из гусеницы превращается в бабочку. Ну, может быть, пример неудачный. Тем не менее, мы, конечно, не сдаемся вопросом, для чего мы проявляемся в этот мир. А в этом мире мы всегда были и всегда будем. И в древних трактатах написано, что никогда не было, что нас не будет. И никогда не было... Ой, запутался. Ну, все правильно. Это как закон сохранения энергии. Она не исчезает, исследование, ниоткуда не проявляется. Мы всегда были, да. В трактатах древних написано, что никогда не было, что нас не было. И никогда не будет, что нас не будет. То есть мы вечные. А сюда мы здесь проявились, чтобы сделать что-то в этом мире. И получили, так скажем, скафандр. Ну, тело. Мы получили тело. Да, мы должны выполнить определенную программу. Ну, я вот просто вас поддерживаю. Да, действительно, это очень важно. И нашим детям донести наше древнее такое знание. Наши древние славяне несли ведические знания, веды. Кому-то нужно было, ну, чтобы не подумали, что здесь какая-то секта или политика. Я не хочу об этом говорить. Но дело в том, что очень важно знать, для чего мы проявляемся в этот мир. То есть с каким-то делом. Для определенной какой-то миссии. Вот мы здесь несем определенную миссию. Это, конечно, громко сказано. Но на самом деле это гордость. Мы можем спасать людей. Вот как спасатели работают на море или на озерах, водоемах, на пляжах. Они спасатели. Вот мы здесь тоже спасатели. Мы спасаем мир человечества от того, что сейчас творится во всем мире. И весь мир затягивает цифровое рабство. А мы здесь рядышком свое плечо, свою руку подставляем. А теперь еще хочу сказать тем людям, новичкам, кто сомневается, думает, что это пирамида. И что здесь когда-то все схлопнется, все закроется. Вот слушайте мне внимательно. Я еще раз вам говорю, что у меня большой очень опыт. Я научился много лет. И для того, чтобы работать на фондовом рынке, на бирже московской или питерской, а я торговал и в европейской, и также на Штатах, когда еще не было санкций. Для того, чтобы стать квалифицированным трейлером, нужно сдавать экзамены. У нас в Центробанке Российской Федерации квалифицированный инвестор должен сдавать экзамены. Только тогда тебя допускают к твоему счету. И только тогда ты можешь положить деньги и торговать на бирже. Для этого нужно сдать определенную часть экзаменов. И хотел вам сказать, что Набиулина наша, если кто знает и помнит, кто такая Набиулина, она говорит так, да, есть запись, она во всеуслышание говорит, что вы жалуетесь, граждане Российской Федерации, что у вас процентики маленькие. Люди ложат депозит в банке на проценты, а процентик маленький. Кому не нравится, уважаемая Набиулина говорит, почему вы не идете на биржу? На бирже гораздо больше. Пожалуйста, прошу вас. Ну, вы сегодня слышали из моих слов, сколько на бирже людей теряет деньги. И вот чтобы этого не было, Дмитрий Васадин включил такую систему, разработал ее. И дал нам удивительный механизм, которым управляет искусственный интеллект. И сейчас я подошел к самому главному, чтобы не говорить долго. Так вот, те, кто сомневается или боится, что это схлопнется, не схлопнется, вот почему. У нас есть в потоке кэш группа программистов, причем очень крутых и очень сильно подготовленных к тому, чтобы никогда ничего не схлопнуть. Программисты пишут программы, к этой программе подключен искусственный интеллект. И когда, если вдруг, вот как сегодня передо мной говорил молодой человек, что когда схлопываются все различные проекты, когда люди в страхе начинают массово выводить деньги. Вот, когда выводят деньги, то же самое происходит на бирже. То есть биржа падает, все акции летят в тар-тарары, и люди становятся банкротами. А здесь это невозможно. То есть Дмитрий Васадин, он заложил здесь такую модель. Если люди срочно выводят массово свои средства, система останавливается, не прекращает существовать, а останавливается на время какое-то, пока все не утихнет, пока все поймут, что этого делать не надо. И потихонечку, как только начинает снова вкладывать небольшое количество средств, механизм начинает работать дальше. Так заложена система, алгоритм. Дмитрий Васадин нам пообещал, сказал, ребята, никогда система не закроется, она приостановиться может. Из-за ваших действий, если вы находите страхи и выводите массовые деньги. Не нужно выводить деньги массовые, нужно работать одинаково, равноправно, распределенно. То есть взял, положил, взял, положил, взял, положил, взял, положил. Это огромный пул, и он никогда кончиться не может. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. На данный момент он говорил про старые алгоритмы. Сейчас у нас уже новые алгоритмы, от которых уже все, мы это даже защитились, даже от массового вывода денег. Он невозможен, массовый вывод денег. Мы каждый день по чуть-чуть нажимаем кнопочку и берем по чуть-чуть, по вот эти 0,3 грамма, как пчелка она приносит, по 0,3 грамма она тоже может съесть дневную дозу. Поэтому сейчас уже это все защищено. Раньше, да, по старым алгоритмам, то был такой момент. Но мы уже, кажется, не сидели ровно, мы шли дальше. Поэтому даже от массового вывода полностью защищен наше сообщество. И вы каждый день по чуть-чуть, но начисляете себе, а в итоге получается очень даже хорошо. Вот, поэтому, друзья, так, кто еще хотел... Можно вопросик задать? Так, Лена, да? Да. Да, слушаю, да, Лена? Доброе время суток всем. Доброе. Я такой вопрос хотела задать. С какого возраста можно заходить в сообщество? И есть ли какое-нибудь обучение для детей? Ну, я имею в виду детей, ну, хотя бы там с 14 лет, когда они получают паспорт. Потому что наши дети-то, они как бы, их вообще к этому как бы подготовливать, подготавливать, может быть, как-то. Ну, вот какое-то обучение есть для детей? Ну, такого прям, чтобы для детей у нас обучения нету. Это раз. Во-вторых, как бы, вот у меня есть сын, да, ему 13 лет. Он имеет кабинет, он сам нажимает кнопки, он сам все делает. Если что-то непонятно, меня спрашивает. То есть, что непонятно... Вот папа покупает? Да, так нет, он папина видео на ютубе смотрит. А, я думаю, это... Поэтому что можете его сделать, да? Нет, я вот, допустим, сама новичок, не больно-то разбираюсь, а внуку 14 лет, вот я думаю, если его сюда... Есть какое-то обучение или нет, оказывается, ничего такого для детей нет. А может быть, стоит сделать какие-нибудь курсы такие прям вот поверхностные, чтобы вот... Они сами, чтобы доходили своим... Они быстрее шарят, чем даже мы разбираемся. Поэтому им никакие курсы не нужны. Курсы для вас нужны. А вот для них ничего уже не надо. Единственное, им надо словить саму мысль, идею. И к функционалам кабинета они быстро разберутся. Поэтому насчет этого даже сильно не запариваетесь. Вот. Есть. И обратитесь к вашему лидеру. Все ролики о том, как работают потоки, он скинет вам. Дальше можно посмотреть философию сообщества 30-минутную. Дальше можно будет самостоятельно поразбираться в кабинете. Есть куча маленьких, и там видео есть. Я не знаю, просто в какой вы команде находитесь. Есть сайт у нас, поток.хелп. Зайдите на него, поток.командный сайт с инструкциями. Там полно инструкций, видео и так далее и тому подобное. Поток.хелп называется. Поэтому заходите туда, там много берите информации. Вот. Там просто обычные инструкции. То есть с любого возраста, да, можно? Ну, по сути, да. Можно с любого возраста. Ну, конечно же, чтобы никого не заставляйте, чтобы было желание как бы с этим. То есть вот это самое главное. То есть не надо никого заставлять. Надо, чтобы на данный момент у человека, у самого желания. А желание будет тогда, когда он будет понимать смысл этого всего, да. То есть если хочешь, вот, допустим, я просто вам приведу пример. Нескольких участников, как они со своими детьми. Один участник говорит, так, ты у нас студент. Поехал, да. Вот. Я тебе, говорит, в месяц там должен, чтобы ты выжил за месяц, да, в университете, да. Я тебе помогаю, тебе даю там 30 тысяч, допустим, да. Он говорит, с этих пор я тебе эти 30 тысяч не буду давать вот так вот наличкой, да. Это как рыбу сразу, да. А я, говорит, тебе даю удочку. И я эти 30 тысяч тебе в кабинет, бам, закину, а ты их сам оттуда доставай. Все, что достанешь, то твое. А достанешь больше, чем 30 тысяч. Понятно, да? Быстро учится, моментально учится, молниеносно учится. Вот. Можно в быстрый поток 30 тысяч закинуть. А вот еще стратегия есть. Если хочешь, можешь воспользоваться переливом вниз, да. И таким образом у тебя будет еще больше. Еще 40 у тебя будет. 45 можешь за месяц будет. Поэтому изучи этот инструмент. И они включаются и начинают бам-бам-бам. И у них все очень быстро получается. Вот. А параллельно еще можно там, вот, я тебе закинул там в растущий поток. Тоже доставай оттуда. Вот. И дальше уже сам можешь развивать. То есть молодежь очень быстро схватывает. Главное, чтобы они понимали, для чего им это надо, да. То есть студент, он понимает, для чего им это надо. Ему надо пойти купить продукты по-настоящему еще, да. Вот. А ребенок, он еще пока как бы, ну, не понимает этого. Поэтому надо объяснить. Хочешь велосипед? Вот, я тебе половину велосипеда ложу туда, да. Другую половину ты там нарастишь, если будешь кнопочку нажимать. И вот будет тебе велосипед. Вот. Понимаете, да? То есть ему цель должна быть какая-то. То, что он хочет. Хочешь планшет? Вот, я тебе половину планшета ложу туда. У вас экономия семейного бюджета, а у ребенка образование. И у него будет огромная гордость, что это он сам, ну, добыл деньги из интернета. И он сам себе купил велосипед. Это большая победа. Это прям, скажу честно, дорогого стоит. Поэтому пропускайте через образовательные процессы. Главное, чтобы по желанию все было. Если не интересно, вообще ничего. Ну, то есть подождите, не сейчас, значит, попозже. Спасибо. Пожалуйста. Так, еще вопросы? Я задам. Здравствуйте всем. Так, Оксана, здравствуйте. Есть команда, ну, одного лидера, в которой они, ребята 9-14 лет, делали сами видео и рассказывали об этом проекте. Ну, лидера зовут Наталья, я не буду говорить фамилию. Но у меня, Андрей, еще к тебе вопрос один такой. Ну, ты у нас лидер, как говорится, стажем уже. Скажи, пожалуйста. Вот, я, конечно, понимаю, что не в этом чате, но уже не знаю, где задать. Короче говоря, я хотел спросить за стартовые потоки, которые немножко приостановились из-за того, что у нас поменялся курс e-currency. И у меня вот есть там стартовый поток на 5 тысяч. А e-currency впрок я не купила. О, о, вот, 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 вот это сразу, Оксаночка, я понял, сейчас ты повторишь, подожди. Я сейчас всем скажу, участникам, не щелкайте клювом, когда идут акции. Вот я все, я не щелкал клювом, я воспользовался акцией, я вообще не парюсь по старым потокам. У меня все впрок закуплено было, и сейчас они потихонечку списываются, горе не знаю. А все, кто не участвовал в акциях, так получилось, что наша криптовалюта жертва успеха. Есть понятие жертва успеха, да. Наша криптовалюта стала жертвой успеха. И даже для Дмитрия Васадынина она неожиданно, как бы, по алгоритмам нашим, то есть она неожиданно подоржала, понимаете, да. То есть она стартанула с 7 практически до 12, потом до 15 доходила. Сейчас немножко там подопустилось, но тем не менее, да, за счет этого, как бы, наши стартовые потоки, они не все, как говорится, успели быстро видоизмениться. Поэтому ждем балансировки, ждем балансировки старых стартовых потоков. У кого и каренси не закуплено впрок по акции со стопроцентным подарком, вот. У кого, как только будет объявлено балансировки старых потоков, вы сможете заново их, как говорится, запустить. Запустить те деньги, которые у вас со стартового потока есть, вы можете на эти деньги добавить что-то, да, и запустить новый стартовый поток, уже сбалансированный поток, вот. И начать уже его новый развивать. Либо перевести эти деньги пока в быстрый поток, либо в растущий поток, и там прокручивать эти деньги, пока не придет информация. Вот, Оксаночка. Я хочу вот сказать еще одну вещь. Просто есть лидеры такие, которые говорят о том, что можно просто без екаренси прогнать этот поток до второго круга. Стоит ли это делать или нет? Без екаренси просто прогнать его, вот эти пять тысяч до второго круга, и все. Хотя он у меня еще даже в плюс не вышел. Я, в принципе, по акции участвую. В данном случае это, наверное, есть смысл для тех, которые вышли в плюс прогонять там его. Это раз. Во-вторых, я думаю, балансировка будет быстрее, чем будет вот это прогоняние через… То есть, если у вас там, конечно, уже там девятнадцатый период, и вам осталось там еще две недельки, и у вас, по сути, закончится, да, тогда автоматически алгоритм старого стартового потока переходит на новый, да, уже сбалансированный, да, с учетом того, что курс екаренси там может, ну, меняться. Вот. Никто не ожидал, что курс екаренси внутри нашего сообщества как бы резко так подрастет. Вот. Это хорошо, это правильно, потому что наши активы в виде криптовалют, они дорожают, это круто, и это в будущем даст свои очень шикарные плоды. Поэтому, Оксана, в зависимости от того, на каком этапе, если он у вас еще не вышел на самоокупаемость, я не вижу смысла его прогонять. Если же он, конечно, восемнадцатый, девятнадцатый период, практически вот уже это, то можно и прогнать, чего бы нет. Вот. Поэтому подумайте, как для вас лучше. ...ситуацию, информацию всю, которую даете, уменьшек вообще. Спасибо, Оксана. Спасибо за поддержку, что вы с нами. Вот. Приходите обязательно на медитацию. У нас здесь проходят медитации иногда в четверг, иногда в воскресенье. Смотрите за анонсами. Так, друзья, кто еще поднимал руки? Слушаю вас. Можно меня? Здравствуйте, Катяна. Здравствуйте, Катяна. Больно вашим сообществам. Я тоже положила и на быстрый поток, на супербыстрый поток и на растущий поток. Еще хотелось сказать. В другие времена были племена. Они не имели ни денег, ничего, но они были как бы тоже сообщества, как-то вот дружные, сплоченные. Они ходили на охоту, выделывали шкуры. Им ничего не надо было. Они занимали реализацию своих талантов, там, шкуры выделывали, что-то еще там плели, корзины. И все это вместе как бы реализировали. Вот. Поэтому даже в природе стаи волков охотились вместе, а один волк никак не мог пропитание делать. Поэтому это правильно. Сообщество делает по принципу тех времен, которые люди плащались вместе, все делали, сообща. И не было ни разу, ни разу, ничего. Они дружнее жили, чем сейчас в наше время. Поэтому я очень довольна, что мы в обществе. И новичкам, хочу сказать, потому что они не боятся. Входят и работают, вкладывают и берут. Это, в общем, просто супер. Не общество, просто не надо, как говорится, придумывать велосипед. Вот. Для нас уже все сделано. И все работы, и все такое, инструменты для работы. Я очень довольна. Поэтому правильно сообщество. Только сейчас, как Вадим Васадин сделал, придумал такое прекрасное средство для нас, чтобы мы существовали, а потом развивались. Вот. И, как сказать, в природе нет такого, чтобы один что-то делал, а другой ничего не делает. Так и у нас. Все сообща, у нас все получится. Все верно. Спасибо большое, Татьяна. Абсолютно верно, что поделились вашей мудростью. Все верно. В природе это раз. До даже революции есть общины и объединения, да. То есть общины жили. Намного проще жить всегда человеку в сообществе, в объединении по интересам, как говорится. Поэтому единомышленники, да. Именно поэтому мы все объединились для того, чтобы деньги у нас были всегда. Для этого есть все. Уже создано все. Вся финансовая инфраструктура, вся наша внутренняя экономика, параллельный финансовый мир, который вы можете просто взять и этим начать пользоваться. Вот и все. Понимаете, да? И если вам резонирует наша, как говорится, вибрация, пожалуйста, присоединяйтесь и приобретете не только финансовую свободу в ближайшие 3-6 месяцев, но и колоссальные знания. Так, кто еще хотел задать какие-то вопросы? Слушаем. Кто поднимал руки? Микрофоны все включены. Нажимайте на центральную кнопочку, где зачеркнутый микрофон, и мы вас услышим. Кто-то может поделиться успехами хочет, друзья. Так, Елена, Елена. Нажал. Елена, слушаю вас. Руку поднимала. Елена, прием. На микрофончик. Слышно, слышно? Да, да, да. Во, шикарно слышно. Здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Я просто хочу немножечко также присоединиться, развеять все ваши иллюзии по поводу страха и все прочее. Смотрите, я уже в проекте, ну, не первый месяц, ни второй, ни третий. В общем, что хочу сказать. За 5 месяцев я себе купила машину. Это большой результат. Я к этому шла, и у меня это получилось. Это с полной уверенностью могу вам сказать. И второе, вот у меня бывают такие вопросы, вновь прибывшие участники спрашивают, что деньги все хранятся на личном кошельке хозяина. Это так? Ну, это выражение можно двояко понимать. Понимаете, у нас нет хозяина. Ну, то есть у нас есть основатель, который придумал этот проект. Это первое. А второе, у нас есть те заведенные деньги с процентами уже начисления, которые у нас у всех лежат в личном кабинете и в кошельках. Все. Другого здесь не дано. Вот эти вот, что вот кто-то там собирает деньги, и что мы их потом не можем собрать. Но такого у нас нет. Вот мой пример, что я приобрела машину за 5 месяцев. Шикарно, Леночка. Да, пока вы все думаете, по тысяче стать, по три тысячи, ну, понятно, что вам надо это все. Я также через это все проходила. Но в конечном итоге, вот я завела деньги на три тысячи, мне хватило ровно две недели. Потом психанула, поставила нормальную сумму, которой шли проценты, и прям я выводила каждые, ну, две недели, как у нас 7-го, 21-го числа было. А сейчас вообще сделали, что каждый день можно выводить. Ну, так, ну, здесь надо смотреть по вашим возможностям. Поэтому обязательно, обязательно снимайте деньги. Вот у меня, допустим, ребенок съездил в Сочи. Я сняла 50 тысяч. Вот просто сняла. Я даже не задумывалась, где брать. Вот, пожалуйста, вот и думайте дальше. Поэтому все очень хорошо работает, все выводится. Программа сделана так, как надо правильно работать. Чтобы не общее шло, выборка денег массовая. Нет. Каждая программа работает по-своему. Поэтому программы контролируют вывод тоже денег. Сколько можно, сколько нельзя. Ну, вот все, что хотела сказать. Спасибо большое, Леночка. Спасибо, что поделилась своими результатами. Это просто шикарно. Мы тебя поздравляем с покупкой машинки. Классную выбрали, такой хавальчик, такой серенький, вкусненький. Прям такой. Вот, отлично. Надеюсь, себя сейчас радуешься. Потому что это действительно победа. Это победа. И мы тебя с этой победой поздравляем. Вот. Потому что Лена смелая девушка. Она взяла, увидела возможность, поверила. Успешная. Вот. Увидела успех. И взяла его руками своими. И быстро все сделала. Быстро получила результат. И быстро сейчас ездит на новенькой машине. Шикарно. Поздравляем, Леночка. Классно. И у каждого у вас есть такая возможность. Абсолютно. Вот. Я тоже в своей жизни делал много-много разных интересных вещей. Благодаря сообществу. Я уже сейчас не припомню, сколько всего было. Так. Включил микрофоны. Кто поднимал руку? Здравствуйте. Есть вопросы? Здравствуйте. Тахир, да? Да, слушаю. Да, Тахир. Здравствуйте. Я вот сегодня только узнал, слушаю эту информацию. Спасибо профессионалам, которые, ну, и партнерам, которые уже работают несколько лет. Ну, несколько месяцев есть результаты. Я так убедился, что проект надежный. Ну, вот вопрос у меня. Заводить деньги можно с Perfect Money кошелька? Сейчас пока временно приостановлен. Пока с Perfect Money мы пока не работаем. Есть несколько способов завода денег. Либо первый способ – это с другими участниками можно у них там приобрести. Если у вас друг, ну, у вашего лидера или пригласителя есть само денег, можно у него купить. У надежного человека, я имею в виду. Первый вариант. Второй вариант, основной вариант – это заходим либо с биржи, либо заходим с обменного пункта, то есть через обменники. Либо заходим, хороший сейчас P2P обмен есть на Telegram кошельке. Не кастодиальный кошелек Telegram. Забейте в Telegram валит, собака валит, и там тоже P2P обмен есть. Поэтому любая биржа, либо Bybit, либо Comex, либо что-то, Гарантекс, есть еще биржи, да? Вот. Любая биржа вам поможет, либо Telegram кошелек, там P2P обмен есть, либо любой обменник bestchange.ru, сайт в помощь. Там тоже много обменников, которые могут вам поменять. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. А так все вопросы вы можете задать вашему лидеру и пригласителю, они вам помогут с заводом денег. Мы все помогаем на начальном этапе, а потом люди сами уже знают, тренируются и в спокойном режиме. А с выводом у нас вообще проблем нету, все рубли за сберкассы скупают просто, как горячие пирожки, говорится. Если кому надо, пишите мне в личку, я куплю любую сумму. Ну, это так, даже думаю, ваши лидеры тоже скупят у вас, как только вы об этом заявитесь. Так, ну что, друзья, спасибо вам большое. Андрей, извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, еще Telegram канал или чат, где все видео выкладывают. Help, а вот забыла я первое слово. Это не видео, это как бы командный, это наш командный сайт с инструкциями. Potok.help. Поток, так же называется, Potok.help. Спасибо большое. Да, help – это помощь, а поток – это поток, между ними точка. Все, заходите, изучайте. Спасибо большое, друзья. Мы с вами реально творим истории. Вот уже, как всегда, хотел покороче, но получилось, как всегда. Говорится, второй час пролетел. Вы очень крутые единомышленники. Я очень горд, что я вместе с вами нахожусь в этом чудесном месте, где у нас есть возможность не только через объединение создавать себе бесконечные денежные потоки, но и так великолепно общаться, так же, как мы, вот два часа пролетело, как 10 минут. Поэтому, дорогие мои друзья, следите за анонсами событий, находитесь в этом чате. Это прекрасное место для развития не только, как бы, денежного, но и человеческого. Всех новых участников обязательно рассмотрите эту информацию, обратитесь к вашему пригласителю, который дал вам эту информацию. Если у вас нет пригласителя, то пишите мне в личку. Всем удачи. Видео выложу чуть попозже в этом канале. Хорошего вам вечера, новых бурных потоков и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»